Миллениум Живем на разрыв, мы дети протеста, Себя разрушаем, не найдя в мире места. Свободе и равенству гимны поем, Мы поколение на стыке времен. Звуками музыки лечим мы души, Защищаясь от мира, закрываем уши. Гитарными риффами и диким вокалом Мы воздух взрываем. Страсти накалом. Субтитры создавал DimaTorzok Что это? Так что-то какое-то... Что он как будто бы на пике горы стоит и кричит так, что слышно прямо на другом конце земли. Это была очень круто и такая экспрессия. Весь космос распространяется как вот эта музыка. Меня что-то стало цеплять, что непонятно. У меня прямо ну вот мозг вот так вот раскрывался, оттуда вылезал мозг и еще раз раскрывался. И так прямо вот десять раз. Совершенно не было понятно, как чувак издает вообще такие звуки. Может быть это голос Честера, может быть вот его энергетика, его посыл. И двухчасовой концерт просто без единого, без единой ошибки. Он мало того, что поет и кричит, это все совмещается с дикими физическими нагрузками. Когда чувак бегает по сцене туда-сюда, это прыжки. Попробуйте ради интереса побегать на беговой дорожке там полчасика и хотя бы просто помычать. Я их видел вот, да, в десяти там пятнадцати метрах. Вот они бегают, смотришь на них, вроде и разглядываешь что-то. А я вроде бы и аппаратуру смотрю. У меня опять все по-другому, чуть-чуть по-другому. Что за гитара, что за датчики, а что за струны, что за медиатор. А он выбросил медиатор, не поймал. Ах, как жалко, как жалко, как жалко. Толпа так сжалась, подняла меня. И ты просто чувствуешь себя как в океане. То есть ты бы рад что-нибудь сделать, но ты ничего не можешь. Когда просто все прыгают, это прикольно. Когда начинается вот этот Circle Pit. И вот вся вот эта история, когда там люди месят друг друга. Меня, честно говоря, всегда это пугает. Даже когда я там нахожусь на сцене, либо просто я там сверху смотрю откуда-то. Меня всегда это пугает. Потому что думаешь, блин, чуваки, не поубивайте друг друга, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Шесть кумиров, шесть надежд. Что хотят, то с ними будет, что достигли, то для всех. Цель их жизни достижима, очевидна и ясна. Песни их незаменимы, скрыта в них, ребят, душа. В каждом слове, в каждом слоге отражается печаль. Не споткнуться на дороге жизни, вот, ребят, море. В рифмах спрятан смысл глубокий, боли, страха и любви. Но Элпини одиноки, кто им верит, идти за них. Меня пригласили выступать на Линкен Парк Метап. Перед концертом группа Линкен Парк в Олимпийском 2015 году. И был метап, и я понимал, что я один. Не то, что не справлюсь, а хочется, чтобы это было что-то новенькое. Я начал в интернете искать человека, который умеет читать. И который может партии Майка прочитать. Соответственно, я нашел Даню. Я своего брата привлек. Янис взял бас-гитару. А каханист я взял со своей группы Sound Rockets Майкла. И таким образом в метапе у нас такой вот образовался коллектив. И самое главное, что там был Лоренцо. Я, честно говоря, не знал, кто это. И очень хорошо. Потому что когда знаешь, что кто-то от них, от Линков, то я бы волновался бы больше. А уже после я узнал, что, оказывается, Лоренцо очень приближенный к ним. И буквально в каком-то LP TV ролике через два дня, через три дня после митапа показывает Лоренцо, как он Фениксу показывает что-то с мобильного телефона. И Феникс смеется. Мне так хочется верить. Ну и в принципе я как бы начал заниматься. музыкой и интересоваться расщеплением, вот этим драйвом, скримом. Именно после Честера, вот как вышел Hybrid Fury, и там была песня By Myself. И вот я постоянно пытался покричать, как у Честера. Я бегал по дому и орал, в целом весьма «Заткнись». Я такой «За-эл». Вот это вот. Но со временем стало как-то получаться. Я никогда не занимался вокалом, но просто постоянно слушал музыку, которая мне нравится, и пытался так научиться на слух. А мне ее дали, на самом деле. Я даже не думал, что мне ее дадут. Мне ее предложил продюсер шоу Андрей Сергеев. Вот. Я подофигел. Я думал, что он шутит. Я такой думаю, что это хорошее. Так вышло просто. Так вышло реально. Она у меня была не готова. То есть, ну, я как бы, естественно, нал ту песню. Я как бы напел. Он такой, да, огонь, вот это берем, давай, все. У меня было впечатление, что они гуглили немножко каждого, кто прошел. У меня на тот момент был уже YouTube-канал, были кавера с Ленкин Парком, и я допускаю, что они могли как бы увидеть. Такие, о, давай. Давай мы замутим, пускай этот орет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тяжелый звук, тяжелый ритм, бьет по мазгам их алгоритм. Холодный пот и злобный смех. Неужто быть умершим грех? Сюрреализм и чистота. Грязь, боль. И чувств нет и следа. Какой-то шум и где-то там они кричат о чем-то нам. Он громко плачет. Он вопит. А громкий, горький, черный бит ломает голос на куски. Их тексты так всем нам близки. С детства у меня над кроватью висел флаг Ленкин Парк. Красный, там чувачок из Хабберт Фьюри с флагом. Бабочка. Вот. И я прям просыпался. Это были времена, когда только появились МП-3 плееры. И мы все пережимали песни, потому что необходимо было вместить большее количество песен в карточку размером 64 мегабайта. Интернета же не было в те годы. Вот что было у друзей. На аудиокассетках записано с радио «Ультра». На рекорд нажимали. Вначале песни не успевали. Там обрывист. Вот то, что вот слышали на тот момент. Ну, «Crawling in the end». То и было доступно. Потом я приехал в Москву. Я поступил в институт. И побежал на рынок покупать диск. Диск. Хайберт Фьюри. И все. У меня. Я засыпал. Мы с братом еще тогда вместе жили. Мы включим перед сном на два часа таймер. И засыпаем под этот Линькин парк. Поэтому вот тут вот... И Честер — это был бунт. Это был бунт. Это были проблемы, которыми он делился. Это были переживания и все остальное. У нас это был какой-то некий образ жизни. Мы все катались на скейтах. Все очень нездоровый образ жизни такой, как бы, вели. Там скрывались от родителей, все дела. Слушали альтернативу и познавали вот этот мир музыки. И буквально через несколько лет все уже заинтересовались игрой на гитарах, на барабанах. Вот. И создались прямо уже такие музыкальные компании. Ну, то есть прямо вот этот какой-то переломный был момент, после чего прямо жизнь стала какой-то необычной, интересной. Вот у них я тренировался. Тренировался играть на гитаре, занимался по их, получается, песням. И занимался именно серьезно, не просто наигрывая, а делая так, чтобы это было вкусно и идеально. Я там на видеокассете смотрел Дэлсона. Как же он там? Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. А вот-вот. А вот здесь есть четкие кадры. Оказывается, у них перестроена гитара. Отлично. А мы с братом-то на шестиструнный, как обычный строй. А тут перестроенные. О! Ну, если провести параллель, почему на русских машинах меньше ездят? Почему они не популярны? Да они хуже, чувак. Был вот именно русский ролик. Он какой-то такой всегда спокойный такой. И меня в детство это как-то прямо... Ну, почему вы не можете взять это прямо... Ну, сделать какой-то... Тыды. Если ты кричишь, то у тебя должен быть повод кричать. И все должны понимать, в чем твой повод. Что ты кричишь-то? Все нормально, чувак, да? Все в порядке? Вот. И если ты кричишь с самого начала трека, значит, у тебя какие-то проблемы. А если ты от и до, значит, у тебя явные проблемы, чувак. Только ты можешь? Конечно. Только ты можешь. Это музыка, которая заставляет тебя думать, чувствовать и как бы выплескивать вот то, что сидит внутри. У нас был закрыт, во-первых, доступ к всей музыке мира. И очень много, упорно, всем в голову вдалбливали некачественную музыку. То есть потом уже все привыкли и сформировалось какое-то некое мнение общественной музыки. Вот типа формат, вот то, что для всех нормально. Если ты задаешь себе вопрос, почему альтернатива не популярна, твой мозг находит тебе ответ, почему альтернатива не популярна. Если ты задаешь себе вопрос, как сделать альтернативу популярной, твой мозг находит тебе ответ на этот вопрос. Вопрос в том, как бы, на чем сфокусироваться. Мы с группой общаемся тоже над тем, почему вот так вот сложилось, что самая популярная музыка в стране, что слушают именно супер большая масса, она какая-то тупая, к сожалению. Это очень долго можно обслуживать. Чтобы обсудить это до конца, нам необходимо взять с тобой пару бутылок и просидеть здесь примерно до завтра. И я думаю, что нам не хватит этого времени. Субтитры сделал DimaTorzok Сквозь дымку выплаканных слез Идет навстречу к нам из грез. Уходим в мир свой, чтоб могли остаться бы совсем одни. Чтоб до крови кусать губу, чтобы понять, ну что к чему. И рядом с каменной стеной вот этот эт лишь с ней одной. И голос их звенит в ушах, внушает тихий горький страх. Ты понимаешь, что пропал, и только Честера вокал сорвет на землю из небес, оставив плакать без чудес. И ты останешься один, лишь голосом его храним. Вокруг тебя звенит она, одна пустая тишина. Хватаясь за голову, мнишь, что ты один такой. Молчишь. У меня был крайне сложный переходный возраст. Родители много работали, а я... Я нашла себе компанию из совершенно незнакомых мне людей. Все со мной ругались. Я очень много плакала. Приходила домой и ругалась с родителями. Запиралась в комнате и слушала там музыку. Наверное, дело в эгоизме, вседозвольности, достатке родительских денег. У нас случилось так, что через год я стала употреблять скорость. Однажды я подумала и решила, что если я умру, всем станет лучше. Я решила, что когда родители уйдут на работу, я умру. У меня не было такой зависимости, как у других. Но это сводило с ума. Засасывало. Приводило к общению с незнакомыми и странными людьми. Нахождению на вечеринках, о которых сейчас и вспомнить страшно. Так все и должно было быть. Я собрала все таблетки в кочку, включила Линкин парк и стала слушать одну песню за другой. А потом случилось так, что не стало папы. он умер от рака. В тот момент все остановилось. Все перевернулось. Я потеряла самого близкого и любимого человека, с которым у нас была удивительная связь. Так прошло много времени. И когда я пришла в себя, я поняла, какая же я дура, что хотела умереть. Я стала ждать маму. Когда она пришла, я обняла ее и заплакала. Я хотела, чтобы он мог мою гордиться. И я решила изменить все. И начать бороться. И именно тогда, в самый темный период моей жизни, меня спасал Честер. Я сказала, что очень сильно ее люблю. И она ответила, что любит меня тоже. Что ругаемся мы из-за того, что ее помощь я воспринимаю в штыки. И с тех пор песня «Live out all the rest» стала моей самой любимой. Казалось, что он был где-то рядом. Я понимала, что я справлюсь. Потому что если он справился, значит и я смогу. Но в каждом каменном углу таких, как ты, по одному. И каждый бьется от любви. И ты, как все, как все, реви. Кричи, что любишь, что любил. И общий наш кипящий пыл взорвется в небе. И тогда услышат наши голоса. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не приснилось. Не показалось. Эта новость больнее, чем пуля. Календарь его жизни прервался на 20-м числе июля. Просто руки у всех опустились от того, что ты нас оставил. Просто вырвано сердце из тела. На осколке разгромлены души. Просто то, что спасти не сумели. Ты давит камнем и ночью душит. Ты спасал, разрываясь криком, вместо тех, кто рыдал ночами. Ты не ставил себя великим, называя людей друзьями. Ты горел, но тащил из огня. Был для всех лекарством от боли. И спасение день от дня мы искали в твоей агонии. Ты всегда был примером силы. Ты учил выживать всех вместе. Почему же тебя не спросили? Что с тобой происходит, Честер? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Свои души опять истязаем В сотый раз напевая песни Мы от боли дышать забываем С каждым днем все сильнее и чаще Душит демоны сознание Ты всегда был таким настоящим Отдавая себя в истязание Мысли с головы не исчезают Сердце отпускать тебя не хочет Лишь одно лекарство помогает Твой молящий голос этой ночью Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok